Победной оказалась нынешняя неделя для юной вокалистки из Беларуси. Самым волнительным музыкальным событием последних дней стал национальный отбор на детский конкурс Евровидения. Телевизионное шоу готовили неделю, в эфире, правда, было всего пару часов. Но и это того стоило. Красочный телеконкурс поразил аудиторию технологичной сценой, сделанной по последним тенденциям. Финалисты выступали под гигантским солнцем, светодиодной люстрой. Такое решение не случайно. Именно солнце – символ детского Евровидения этого года, которое состоится 26 ноября в Тбилиси. Делегаты от Беларуси на престижном песенном форуме выбирали вместе. Голосовали и жюри, и телезрители. В Грузию с песней «Я самая» отправится минчанка Хелена Мираи. И сегодня Хелена вместе со своим педагогом по вокалу Ольгой Дроздовой в студии главного эфира. Ольга, Хелена, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, уже пришли в себя после отбора? Мы готовимся. Нет, еще не пришли. Вообще привыкаете к новому статусу? Вы теперь представитель Беларуси на детском Евровидении. Нужно постепенно привыкать. Такая большая команда стоит за плечами, поэтому они все подбадривают. Работаем еще, работаем. И, конечно, постепенно, я думаю, привыкну. Кстати, Хелена, ты сразу после конкурса сказала, не верю, что все получилось. Считай, запрыгнула в последний вагон. Что ты имела в виду? Мне 14 лет, и конкурс до 14 лет. И так сложились звезды, что мне сейчас 14. И я еду представлять нашу страну на детское Евровидение. Хелена, название твоей песни весьма провокационное, даже можно сказать дерзкое. Я самая. Так вот расскажи, о чем твоя песня? О чем ты будешь петь перед международной публикой? Я буду петь о том, что каждый человек — это отдельная вселенная. Каждый человек о чем-то мечтает. И если очень-очень сильно мечтать, очень сильно верить в себя, тогда все получится. Вот как у меня, например, еду представлять нашу страну в Тбилиси. Ну, кстати, вот, Полина, не знаю, согласишься или нет, я смотрел, когда отбор, такое складывалось впечатление, что ты совсем не волнуешься. Это действительно было так? Это только складывается впечатление. Ольга, скажите, вы как профессионал в этом деле волновалась, Хелена? Я всегда говорю, что плохо тот артист, который не волнуется. Ольга, ну вот ваши воспитанники регулярно принимают участие в престижных конкурсах. Есть у вас опыты на Евровидении. Вы готовили Руслана Асланова к выступлению. А вот расскажите, может быть, есть какая-то секретная методика, вот как вырастить артиста? Конечно, записывается, в сонные ночи, самоедство. И конкуренты особенно сейчас записывают. Самоедство, анализ набитых шишек, да? Отсутствие личной жизни. А, конечно же, моя команда, которая вместе со мной на равных, один человек в поле не воин, готовим артистов профессионально. Хелена, а когда ты первый раз детское Евровидение смотрела? Первый раз я посмотрела детское Евровидение в 2009 году. Я была тогда совсем маленькой, но мне так понравилось. Такая атмосфера была. Я вот чувствовала, что артисты выходят на сцену, и у них прямо горят глаза, потому что ребята, которые в зале, они подбадривают и на самом деле заряжают. И вот в этом году, когда я вышла на эту сцену, я на самом деле почувствовала себя вообще самой-самой счастливой. Мне был уже не важен исход. Ольга, мы часто вспоминаем о победе Ксении Ситник, Алексея Жигалковича на детском Евровидении, но было это более 10 лет назад, да? А жизнь сегодня просто стремительно меняется. Значит ли это, что вот тот опыт хороший, спасибо ему, но надо что-то совершенно по-новому делать? Конечно, значит. Сейчас другая музыка, другие дети, другие подростки. Есть доступ к этой музыке, да, качественно. Если раньше мы слушали, там, до дыр затирали кассеты, то сейчас у детей прекрасная возможность слушать хорошую качественную музыку. Поэтому сейчас они талантливее нашего поколения, успешнее, может быть, смелее. Правда же? Поэтому нужно думать, что нужно сделать, чтобы быть на равных с талантливыми, с классными, модными, современными детьми. И придумать, что сделать такого, чем быть еще лучше. Ну, до ноября еще время есть, паковать чемоданы рано. Что вам надо успеть сделать до этого времени? Вот чем сейчас будете заниматься? Проанализировать ошибки, естественно. И они были, и нужно к этому относиться совершенно спокойно. Это работа. Тщательно продумать образ. Я думаю, что сделать пару каких-то версий, может быть, акустических, может быть, на английском языке, может, даже на белорусском. Как со школой будешь совмещать музыкальную карьеру? Вот 1 сентября тебя увидят одноклассники в школе? 1 сентября я приду с цветочками, встану на свое коронное место, 9-й А. И буду, конечно же, поздоровываюсь со всеми учителями, исполню песню, так как меня уже позвали. Поздравила школа. Конечно же, заберу учебники, ну и буду учиться. Конечно, учеба — это тоже важно очень, но я буду стараться. Совмещать. Ты всегда в курсе, да? Да, я отличница. При всем при этом еще и отличница. Все успеваешь совмещать. Талантливый человек талантлив во всем, не зря говорят. Спасибо еще раз, желаем вам успехов. В Тбилиси ждем с первым местом. Напомню, в студии главного эфира была победительница национального отбора на детское Евровидение Хелена Мираи и педагог по вокалу Ольга Дроздова. Ну и давайте еще раз послушаем песню. Я твое солнце, твоя луна, твоя вселенная Из миллионов, ты не думай, выбери меня Волосы ветер, кожа мурашки Ты не заметишь, но мне не страшно И босиком по теплому снегу Я ливень в пустыне Я самая сильная Самая смелая Мечта твоя Я словно комета сиять В космосе где-то там Где хорошо мои мечта Субтитры сделал DimaTorzok